добрый день сегодня у нас 265 видео называется уровне пользователя продолжаем разговор об информационных системах и о пользователях этих систем вопрос почему пользователи одни системы принимает а другие не принимает краткий ответ надо понимать уровни уровнями в экономике до сих пор занималась спиральная динамика но у нее уровни этические а у нас уровни логические но вот краткая такая сводка вот это уровни абстрактного интеллекта связаны используем внимание и система называется ТОА и теория уровня абстрактного интеллекта и автор а вот спиральная динамика вот авторы Грейвз и Бэк и эта система определяет уровни и цели и ценности человека на каждом уровне вот ну и сдавайте сделаем шаг назад и вспомним что мы прошлой серии определяли антологию антологию лежащий в основе определенной информационной системы я приписывал ее тремя деревьями и в этой системе есть только объекты экземпляры типы ключевой вопрос кто создает типы системе fts нашей типа создает один человек это администратор вот это интерфейс рядового пользователя он был вошел как учитель информатики у него тут дерево объектов и два дерева типов типы вложен вложенный дерево вложенности типов синие вот тут видно что с правой стороны никаких кнопок нет а вот здесь вот здесь у администратора право из кнопки создать добавить изменить вот тут он создает тип то есть администратор фактически автор всей этой предметной области давайте посмотрим аналог этой системы нашей системы который называется файбери . ай оу вот это из статьи которая на сайте файбери оу тут давайте обратим внимание на следующее тут есть несколько workspaces несколько рабочих пространств и они независимы это значит что в каждом рабочем пространстве свой собственный автор это уже не шестой уровень вот тут много рабочих пространств в fts одно рабочее пространство еще для тех кто знает уровне обращаю внимание что здесь четыре слоя и можно их интерпретировать как группы уровней для каждого своего слоя свои а поделение предметной области нижний уровень это первый второй следующий слой это правила системы это третий четвертый уровень следующий слой более высокий это юзер интерфейс и пятый шестой уровень и наконец специфические аппликации это 7 8 уровень так можно интерпретировать эту систему давайте вернемся к уровням пользователей посмотрим какие разные системы их покрывают ну и в частности то что мне казалось за стоимостью системы абсолютную управляемость прозрачность и ответственность некоторых пользователей казалось недостатком потому что у них другие уровни и надо оценивать уровни пользователями я предположил что пользу что всякая система покрывает уровне подряд три уровня и подобрал примеры для троек 1 2 3 2 3 4 и так далее вот эти примеры 1 2 3 все вы сталкивались с такими системами которые вы например устанавливают новые программные пакеты в виде визарда визард имеет кнопку next вы нажимаете кнопку идете по линейной по линейке который вам приготовил автор пакета это как раз 1 2 3 1 кнопка 3 это линия и 2 это много объектов на одном экранчике 234 но все вы работали в зонных таблицах так вот регионные таблицы как раз покрывают уровне 2 3 4 2 каждая клеточка как бы отдельный объект их много таких объектов сразу и у вас 4 некоторые параллельные ряды некоторые правила как они организованы так что 2 3 4 покрывается именно литонными таблицами 3 4 5 тут надо вспомнить программу которая называется word у вас есть линейный текст вы начинаете писать у вас есть начало срединые конец у вас есть некоторая свобода изложения и у вас есть некоторые правила 3 4 5 а вот 4 5 6 это уже наша система фтс потому что человек может порождать объекты в этом пути свободен у него пятый уровень но он порождает объекты в делах ограничений которые накладывают на него дерево вложенности то есть он ограничен правилами четвертый уровень ну и 6 здесь в том что вся система просматривается вся система имеет одного автора все объекты находятся под таким она аналитическим наблюдением и каждый 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 пользователь создает свой объект он отвечает за него ответственность вообще это дело шестого уровня потому что надо доказывать что это объект создан правильно или медиа защитить вот 567 надо спал уже вспомнить систему файбери вот там много рабочих пространств и каждый хозяин своего рабочего пространства это пятерка шестерка и семерка семерка это создание собственного мира это в общем разные миры ну и если попытаться посмотреть на эту систему как покрывающие все уровни то мы уже сказали первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой уровень пытаются покрыть система очень сложная и трудно воспринимаемая пользователем поэтому заключение пользователь выбирает эту систему которая соответствует его уровням но не вообще любимым уровнем а те которые актуализируются в связи с решений определенной задачи вот и все на сегодня продолжение следует до новых встреч